Здравствуйте, в эфире программа «Лицом к лицу» и ее ведущий Евгений Агарков. Поддержка Соединенных Штатов чрезвычайно необходима для НАТО, а в случае выхода США из Североатлантического Альянса Россия может одержать победу. Международный институт стратегических исследований рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять РФ без поддержки Штатов. По одному из сценариев Россия может оккупировать Литву и польскую территорию возле Калининграда, а поскольку Литва и Польша – это члены НАТО, Альянс должен будет военным образом ответить на такие действия. О европейской обороне и шансах для Украины мы говорим сегодня с нашим гостем, это заместитель министра обороны Украины в 2015-2016 годах Юрий Гусев на студии, я вас приветствую. Здравствуйте. Начнем мы, пожалуй, действительно с этого актуального вопроса, который я вначале озвучил. То есть, понятно, что есть определенный риск, разговоры идут об этом уже давно, о возможном нападении на Россию со стороны Калининградской области. Учитывая, что, допустим, у Варшавы, Вильнюса есть членство НАТО, то есть должна быть определенная реакция, по идее. То есть, атака против одного члена из членов НАТО рассматривается как атака против всех. Но сможет ли НАТО без поддержки США действительно противостоять той агрессии, которая может быть со стороны РФ? Ну, нужно сказать, что в апреле этого года мы праздновали 70-летие Североатлантического Альянса. НАТО исполнилось 70 лет. И за 70 лет НАТО показала свою эффективность как организация коллективной безопасности и организация, которая защищает любого своего члена по параграфу 5 Устава Североатлантического Альянса. Нападение на любого члена, вы об этом уже сказали, оно приравнивается к нападению на всех членов Альянса или на весь Альянс. Поэтому, конечно же, это сдерживающий фактор для таких стран, как Россия, которая, возможно, рассматривает в своих стратегиях не только продолжение агрессии против Украины на Востоке, но и агрессию в отношении других стран. И, конечно же, участие стран, скажем, стран Балтики, вы уже сказали про Литву, я бы дополнил Латвию, Эстонию, я бы сказал еще про Польшу, про другие страны, которые входили в Варшавский договор во время Советского Союза. Конечно же, эти страны обезопасены именно участием в Североатлантическом Альянсе. Североатлантический Альянс в 1949 году был создан, и участие Соединенных Штатов является базовым фундаментом Североатлантического Альянса. То есть, по сути, Россию сейчас сдерживают только присутствие США в НАТО, скажем так, участие? Не только, конечно же, но я не вижу возможности существования Североатлантического Альянса без Соединенных Штатов. Соединенные Штаты являются фундаментом. У Соединенных Штатов сегодня, по различным оценкам, самая сильная армия и самый большой оборонный бюджет. Это означает, что сегодня Соединенные Штаты владеют новейшими видами вооружения, сегодня Соединенные Штаты имеют инновации в военной промышленности, и сегодня Соединенные Штаты имеют самую сильную армию в мире. Без участия Соединенных Штатов, конечно же, Североатлантический Альянс, на мой взгляд, невозможен. Конечно же, мы знаем о инициативах, которые существуют в Евросоюзе и вообще в Европе, о создании собственных армий. Да, мы об этом поговорим немножко позже. Давайте вернемся к вопросу все же США. Понятно, что Трамп неоднократно угрожал о выходе, скажем так, но все же, если, допустим, США, представим, выходит из НАТО, я имею в виду по родам войск, что теряет Альянс? Ну, нужно сказать, что я уже упоминал о том, что в Соединенных Штатах самая сильная, самая обороноспособная армия с самым большим бюджетом. Понятно, что да, у каждой страны есть тоже своя... Военно-воздушная силы на сегодняшний день самая сильная в Соединенных Штатах. Более того, я считаю, что те виды вооружения, те инновации в военной промышленности, которые имеют Соединенные Штаты и не имеют другие страны, конечно же, сильно дополняют Североатлантический Альянс с новыми видами вооружения. Космические технологии, кибербезопасность — это все элементы коллективной безопасности в рамках НАТО. И я бы не рассматривал вообще сценарий выхода Соединенных Штатов из НАТО. Повторюсь, потому что Соединенные Штаты — страна-основательница НАТО. Более того, Соединенные Штаты активно участвуют во всех структурах НАТО. Соединенные Штаты являются страной-лидером во многих процессах НАТО. То, что, скорее всего, НАТО нуждается в том, чтобы двигаться более динамично. Это касается в том числе интеграции Украины в НАТО. И здесь, конечно же, мы рассчитываем в том числе на стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, которое доказано нашим взаимодействием, нашим сотрудничеством, в том числе за последние пять лет, для того, чтобы Украина максимально быстро интегрировалась в структуры НАТО. Более того, интеграция в НАТО является нашей стратегической целью, которая теперь уже отображена в Конституции и в других стратегических документах Украины. Но вы упомянули о том, что вы вообще не рассматриваете дата возможности выхода США из НАТО. Мы можем смоделировать ситуацию? Что произойдет, если такое случится? Понимаете ли, мы можем проводить аналогии, может ли, например, Великобритания выйти из Евросоюза. И Великобритания такое решение приняла после референдума. Тем не менее, процессы отделения Великобритании от Евросоюза продолжаются и сейчас. Мы знаем о том, что не был согласован договор, мы знаем о том, что правительство Великобритании Терезы Мэй ушло в отставку и так далее. Поэтому я, если даже теоретически рассматривать вариант выхода Соединенных Штатов, то это будет требовать многочисленных переговоров для того, чтобы вместо общей структуры безопасности в рамках НАТО выработать другую структуру безопасности. Потому что Соединенные Штаты являются страной-лидером западного мира. И поэтому их участие в структурах безопасности, их гарантии безопасности для стран Европейского Союза и для других стран является важным фундаментом развития демократии. Поэтому даже если рассмотреть возможный вариант выхода из НАТО, то это будет, конечно же, стратегическое партнерство, которое будет закреплено документами между Соединенными Штатами и странами, которые сегодня являются членами Альянса. Но, повторюсь, я этот вариант даже не рассматриваю. Более того, я рассматриваю вариант того, что нам, украинцам, вместе с нашими партнерами, в том числе Соединенными Штатами, или в первую очередь Соединенными Штатами, нужно сделать для интеграции Украины в Североатлантический Альянс. И переходим к той инициативе, о которой вы уже упомянули. То есть есть в Европе уже несколько лет идут разговоры о создании отдельной армии, так называемой, потому что, видите, НАТО все же, Трамп немножко качает, но все же, да, вы упомянули о ПСК. Эта программа государств-членов ЕС имеет целью более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны. 23 из 28 стран уже в этой программе. Программа работает уже практически два года, с июля 2017 года, если я не ошибаюсь. И есть еще одна программа Е2, если я не... ЕИ-2, Европейская инициатива 2. ЕИ-2, да. ЕИ-2. Обе эти программы, конечно же, рассматривают углубленное сотрудничество стран Евросоюза, европейских стран в секторе безопасности и обороны, национальной безопасности и обороны. На мой взгляд, Украина могла бы участвовать в инициативе ЕИ-2. ЕИ-2 – это инициатива, которая рассчитана не только на страны-члены Евросоюза, но и страны-партнеры. Украина является страной-партнером Европейского Союза. И эти инициативы рассчитаны на то, чтобы усилить внутреннюю интеграцию оборонных ведомств и армий стран Европейского Союза, европейских стран на территории Европы. Это, на мой взгляд, не конфликтует с развитием НАТО, и об этом говорили лидеры и Франции, и Германии. В то же время, это возможность делать какие-то реформы, делать необходимые изменения, трансформации и усиления европейских армий. Я хочу напомнить, что Украина входит в десятку самых сильных армий Европы, и поэтому для Украины это тоже возможность интегрироваться в европейские структуры. Но, повторюсь, для нас стратегическим приоритетом является интеграция в НАТО. Это закреплено в Конституции, это закреплено в том числе в военной доктрине. Поэтому для нас интеграция в структуры НАТО является приоритетным. В то же время региональное сотрудничество с европейскими армиями. Вы знаете, что у нас есть совместное подразделение Украина-Польско-Литовская бригада. Мы взаимодействуем не только с Польшей и Литвой, мы взаимодействуем с другими странами, обмениваемся опытами, проводим совместные военные учения. Поэтому для нас сотрудничество с европейскими странами это часть евроинтеграции, которая является стратегией развития страны. Но вот эта программа ЕИ-2, там получается всего 10 стран-участников на данный момент. И действительно, учитывая вот этот момент, вы упомянули уже о польско-литовском сотрудничестве Украины. Если, например, Украину привлечь к программе ЕИ-2, это может ускорить процесс интеграции в то же НАТО, поскольку будет большее покрытие взаимодействия между странами? Пока сложно сказать, потому что таких примеров пока не было, потому что это инициативы, которые существуют последние несколько лет. На мой взгляд, Украина обязана, и вооруженные силы Украины обязаны интегрировать стандарты НАТО, и все страны Европейского Союза, все страны-члены Альянса этими стандартами пользуются. Но не только интегрировать, но и взаимодействовать с вооруженными силами стран-членов НАТО, стран Европейского Союза. Поэтому участие в таких инициативах позволит Украине развиваться, обмениваться опытом. Более того, страны Европейского Союза, европейские страны интересуются тем, каким образом Украина противостоит российской агрессии на Востоке, какие инструменты используют, как наращивают потенциал, как развивают вооружение. И для этого хорошая площадка, в том числе инициатива, о которой мы с вами говорим, для того, чтобы развивать совместное сотрудничество, развивать оборонно-промышленный комплекс, делать совместное учение, не забывая о том, что наша стратегическая цель – это интеграция в НАТО. Что Украина может вообще привнести в эту инициативу? Чем Украина на данный момент, учитывая тот опыт войны на Востоке нашей страны, может быть полезен? Что может наша страна дать? Вот чего не имеет европейская армия, что мы можем в чем помочь? На Востоке нашей страны больше пяти лет идет не просто война, это гибридная война, которая имеет много разных фронтов, много разных признаков. Поэтому эффективное противостояние российской агрессии на Востоке – это тот опыт, который не имеет никакая другая европейская страна за последние 80 лет. Поэтому мы можем делиться опытом того, каким образом Украина выстроила систему обороны, каким образом Украина выстроила сектор национальной обороны и безопасности, каким образом происходят реформы в оборонно-промышленном комплексе, каким образом интегрируются стандарты НАТО во время проведения военных действий на Востоке страны, каким образом мы интегрируемся в то сообщество Североатлантического альянса вместе с теми вызовами, которые по-прежнему есть на Востоке. Это касается и военной медицины, и военной логистики, это касается обеспечения, обучения и многих других аспектов военного дела, которые за последние пять лет в Украине были реформированы. И во время этой трансформации Украина переходит от стандартов советской или постсоветской армии к натовским современным стандартам. Конечно же, с участием инструкторов стран-членов НАТО при поддержке Североатлантического альянса и наших партнеров. Но тем не менее, этот опыт уникален, и он для Европы, для европейских стран является очень полезным для того, чтобы в будущем быть готовым к тому, что страна-агрессор может рассматривать оккупацию других стран. Мы с вами уже говорили о том, что Международный институт стратегических исследований проанализировал, что может быть агрессия в отношении Балтийских стран, в отношении Польши. И, конечно же, опыт того, что переживает Украина пять лет, очень полезен для Североатлантического альянса. И еще один вопрос. У нас остается полтора минуты. Буквально прошли выборы в Европарламент, вот мы уже знаем. И получается, что консерваторы и социал-демократы, то есть они потеряли основное большинство, но в то же время хороший результат получили евроскептики, которые, получается, выступают за расширение сотрудничества с Россией, за углубление, но и они против евроинтеграции. Как этот фактор может в данном случае повлиять или препятствовать идее создания этих инициатив ЕС по обороне? Я бы хотел сказать, что, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал эти выборы как такие, которые усилили поддержку Украины в Брюсселе, выборы, которые позволят продолжить евроинтеграцию Украины. А евроинтеграция Украины – это, конечно же, усиление нашей поддержки, усиление сотрудничества и, конечно же, это выстраивание адекватных отношений со страной-агрессором, если необходимо, а я считаю, что это необходимо, усиление санкций, пока российская агрессия не остановится на востоке страны, пока мы не вернем территории Донбасса, пока не будет возвращен Крым и Севастополь. Юрий, все же, будет влияние или нет? Я считаю, что переговоры будут, но переговоры должны и будут про Украину с Украиной, с украинским голосом, с украинскими интересами, с интересами демократии, с интересами территориальной целостности нашей страны. Я вас благодарю. Гостем программы «Лицом к лицу» был заместитель министра обороны Украины в 2015-2016 годах Юрий Гусев. Я, Евгений Огарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на UATV. Субтитры подогнал «Симон»